Добрый вечер! Мне очень приятно, что мы вместе снова сегодня здесь, на этом месте. Вы знаете, я в какой-то степени думаю, что... О, спасибо! Спасибо большое, большое спасибо! Я думаю, что в какой-то степени этот зал становится для нас сегодня как бы таким дополнительным домом, куда можно прийти и знаю, что тебя тут никто не гонит, что тебя уважают, что тебя любят. Вы чувствуете это? Мне очень приятно, что именно так вы можете ощущать себя. И мы именно так хотим принять вас, потому что вы наши друзья. Спасибо вам, что вы меня считаете своим другом. Я думаю, что мы вместе с вами имеем огромное преимущество вновь и вновь прикасаться к этому древнейшему источнику мудрости книги Библии. Вы знаете, говоря о происхождении Вселенной, говоря о происхождении нашего мира, говоря о сотворении человека, известный поэт Гавриил Романович Державин написал уникальный стих. Я попытаюсь представить, правда, тоже, что не весь, из-за неименем времени. О, ты, пространством бесконечной, живые движения вещества, течением времени предвечной, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, охраняет, кого мы называем Бог. Ты есть, природный чин вещает, гласит в моем мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уже не ничто. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Хорошие слова, правда? И я думаю, что этот человек, глубоко верующий в Бога, и он признает его своим творцом, и если он мой создатель, я уже тогда не ничто. И вы тоже. Я хотел бы ответить на несколько очень важных вопросов. Ну и, может быть, кому-то они неважны, но раз человек пишет, значит, это его интересует, значит, он об этом переживает. Свет пока можно не выключать в зале, пока я буду отвечать на вопросы. Первый вопрос. Правда ли, что Гитлер продал душу дьяволу? Надо было спросить у него, когда он жив был. Это самый правильный ответ. Но хочу сказать вам, он не был чистый от дьявола из-за того, что он делал. Дьявол действительно его поработил. Но вопрос этот, я думаю, он покойный, не сможет ответить уже нам. Следующий вопрос. Является ли Господь Иисус Христос вашим личным спасителем? Да. Я думаю, что вы можете это ощутить. Я в Него верую. Он мой спаситель. И хочу, чтобы Он стал спасителем каждого из вас лично. Он об этом не спасает. А когда я становлюсь с Ним другом, вот тогда Он мой спаситель. И тогда Он меня спасает. Следующий вопрос. Ваше отношение ко Кресту Христову? Христос умер. Он был распят на кресте. И мое отношение ко Кресту Христову к тому моменту, когда Он умер. Я низкий поклон делаю перед Господом, что Он сделал для меня. Что же касается самого крестика, который сегодня бывает из дерева, золота, серебра, из камня или из еще каких-либо видов металлов, это совершенно другие вещи. Это совершенно другие вещи. Мое отношение серьезно к тому, что произошло на Голгофе. И это перед Господом правильно. Потому что Он позволил нам прибить свои руки и ноги для того, чтобы подарить мне спасение. А то, что люди сегодня бизнес делают и делают крестики, всякие амулеты для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы как-то внушить людям, что это очень важно, но это очень важно только для бизнеса. Это совершенно другой вопрос. А Иисус, мой Спаситель, и Он умер за меня на кресте. И поэтому для меня то, что произошло, крест, это самая позорная смерть была. Крест, это была самая позорная смерть. Но Христос обратил крест в славу, потому что там Он искупил нас, и именно там, на кресте умирая, Он каждого из нас помнил и назвал нас по имени, что мы Его дитя, мы Его сын, мы Его дочь, за которых Он платил цену, чтобы нам не умереть вечной смертью, но подарить нам вечную жизнь. Следующий вопрос. Когда появился Иисус Христос? Я, по-моему, говорил, но видно, что недостаточно. И это вопрос свежий, вчерашний. Вчера я рассказывал об Иисусе Христе. И помните, что я говорил вам? Что это Иисус искал Адама в Эдемском саду и говорил, где ты, Адам? Я знаю, что некоторые конфессии учат лжи и говорят, что Христос появился только тогда, когда Мария Его родила. Но это абсолютная ложь. Иисус Христос – это вечный Бог. Книга пророка Михея, пятая глава, второй текст говорит, «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне Тот, Который будет Владыкую и Которого происхождение из начала дней вечных». Происхождение Иисуса когда? Из начала дней вечных. И еще. Апостол Павел, давайте вспомнить, может быть, кто-то не был. Когда я читал в среду лекцию о Рождестве Иисуса Христа, о том, что Он истинный Мессия, и как Он умер на кресте, то я хочу вам сказать, Павел, который стал учеником Иисуса Христа после того, как Иисус вознесся на небо, потому что Он не ходил за Иисусом, как прочие ученики. Он был первым гонителем христианской церкви, а затем Он стал христианином. Христос Ему встретился на пути, когда Он шел в Дамаск, в Сирию, захватить новых христиан и везти их для того, чтобы наказывать, побивать камнями. И вот, когда Он шел, Иисус встретился с ним. И после этого Павел стал настоящим христианином. И Павел изучал... Павел был самый умный из всех двенадцати учеников. Иуда умер. Вы помните об этом, что он повесился. Поэтому Павел стал двенадцатым. Поэтому из двенадцати учеников это самый грамотный был человек. Он имел высшее образование, которое только можно тогда было получить в Иудее, в этом народе. Он получил самое высокое образование. И он провел исследование. И молодому Тимофею, епископу молодому, он позже написал. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился в человеческой плоти, оправдал Себя, показал Себя людям, ангелам и вознесся опять на небо. Кто явился? Кто в человеческой плоти пришел? Бог. Проблема, что в церкви некоторые не учат правде людей. И они учат, что Христос появился, когда Его родила Мария, а до этого Его не было. Это вечный Бог. Я читал такой текст вчера. Можно было это заметить. Колоссян, послание апостола Павла, первая глава. «Ибо им создано все, что на небе вверху, что на земле внизу и что ниже. Все им и для Него создано. И им все стоит. Иисусом». Поэтому позвольте сегодня сказать, я не просто богослов с маленькой буквы. Я глубоко верующий человек в Бога. Я изучаю Библию. Я посвятил этому свою жизнь. Я открыл Библию, что Иисус – это вечный Бог. И я не могу его по-другому понимать. Поэтому не смущайтесь от того, что я говорил, что Иисус – это вечный Бог. И еще один такой вопрос. Что означает Пресвятая Троица? Вы слышали, как я молился вот сейчас? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Державин написал о Боге, что един в трех лицах Божества. Бог един в трех лицах Божества. Отец, Сын и Святой Дух. Некоторые современные христиане, они считают, потому что это произошло на Никеевском соборе, церковь утвердила Троицу Божества. Но это не то, что придумала церковь и родила какую-то идею, что вот Троица. А это то, что написано в Библии. И поэтому сегодня я хочу сказать, что Отец, Сын и Дух Святой, они вместе выполняют функцию управления всем этим миром. И это не три Бога. Я хочу, чтобы вы это заметили. Библия не учит, что много Богов. Библия учит монотеизму, то есть единобожью. А единобожье – один в трех лицах Божества. Они абсолютно одинаково мыслят, одинаково действуют. Совершенство никогда не может причинить какую-то боль или что-то неправильно сделать, потому что оно совершенство. Поэтому это совершенство. И я сегодня не буду на этом устанавливаться. У меня есть план, я немножко больше сказать об этом несколько позже в моих лекциях. Но хочу сказать вам, я верю в Бога, Бога, слышите как, в Бога Отца, Сына и Святого Духа. Не в Бога Отца, в Бога Сына, в Бога Духа Святого. Я верю в одного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поэтому это то, чему учит Библия. Еще вопрос. Женщина пишет, насколько я знаю, у каждой конфессии своя Библия. Это так? Это ложь. То, что сегодня некоторые конфессии перевели Библию на современный русский или украинский язык, конфессии некоторые позволили себе с уклоном своего взгляда это сделать, я пользуюсь Библией, которую перевели православные. И эта Библия была переведена в тысячу, то есть закончен был перевод в 1875 году. И эту Библию перевела православная церковь. И я пользуюсь этой Библией. И хочу сказать, Библия в каждой конфессии одна и та же. Просто, например, некоторые написали там, может быть, одну фразу или две, то, что им подходило. Может быть, если это отдельно, конфессия какая-то это позволила. Но эта Библия не пользуется популярностью, никто ее не покупает. И мы вам такую Библию не дадим. Мы вам дадим Библию, которую перевела православная церковь. И закончился перевод. Это в 1875 году. А в 1876 году впервые она была напечатана. Поэтому я вам эту Библию предлагаю. И хочу сегодня сказать, что, друзья мои, эту Библию переводило огромное количество специалистов и профессионалов, знающих языки. Эту Библию, которую я читаю, переводили люди, которые знали четко древнееврейский и древнегреческий языки. И эту Библию переводили с древнегреческого и с древнееврейского языка. Но ни с какого другого. И это правильно. Многие современные переводы, они переводятся одним или двумя человеками. Там может быть крен. Но когда много людей коллегиально переводят в специалисты, там самый правильный перевод. Поэтому в этой Библии есть несколько очень интересных нюансов, которые не соответствуют чуть-чуть оригиналу. Они не играют роли на смысл Библии, но есть чуть-чуть кое-что написано. Если вы мне зададите вопрос, на это уже, не на этой неделе, а на следующий, я вам отвечу. Скажите, пожалуйста, что говорят раскопки о ледниковом периоде? Я не верю в ледниковый период. То, что реально связано с ледниковым периодом, это потоп. И я сегодня скажу, может быть, в лекции чуть-чуть больше о потопе. И, может быть, это будет ответом на этот вопрос. Но я не верю в ту идею, теорию, которую сегодня пропагандируют о ледниковом периоде. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, воскреснут ли дети, умершие в результате аборта, в день второго пришествия Христа? И говорит ли что-нибудь об этом Библия? Библия об этом не говорит ни одного слова. Библия не описывает о том, что люди будут делать аборты. В Библии написано, что убийство жизни – это нарушение шестой заповеди, и что это грех. о воскресении несовершенного живого человечка, которого кусками порезали и вынули. Я думаю, что... Я вам свое мнение говорю. То есть, Библия не говорит ни слова. Я говорю вам свое мнение. Я думаю, что все те, которые родились на свет и умерли, они воскреснут. Но если он не родился на свет, значит, он не был еще сформирован. Он не может родиться. Как он родится, если ему нужно было еще быть выношенным, созреть, сформироваться? Поэтому мое мнение, что это нереалистично. Но это грех. Аборты – это грех, и это великий грех. Еще вопрос. Кто такие сыны Божьи, которые приходили к дочерям человеческим во время потопа? Но это не во время потопа, а это было перед потопом. И они погибли или нет? И какую роль они имели для человечества? И кто они в глазах Божьих, откуда они произошли? Значит, я сегодня хочу сказать вам, это записано в шестой главе книги «Бытие». И вы знаете, что книга «Бытие», ей несколько тысяч лет, этой книги. И здесь, в шестой главе, мы с вами читаем следующее. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, такую, кто избрал». Ну и написано, что в то время были на земле исполины. Тут не написано, что они рождали исполину, а написано, что в то время, то есть до потопа не время, были на земле исполины, особенно же с того времени, как начался вот этот процесс. Сны Божьи стали жениться на дочерях человеческих. Я знаю, что многие люди, которые не пытались изучить глубоко этот вопрос, считают, что это быстрее всего ангелы, женились на женщинах, и таким образом стали рождаться великорослые люди. Но это не имеет ничего общего с этим текстом. Это обман. Ангел, он не мужчина. Ангел, он не женщина. Он не имеет нужды у половом влечении. Это совершенно иное, сотворенное, разумное существо. И некоторые предполагают, что они многополые. Вы знаете, что существует очень много многополых живых существ на планете Земля. Разных, маленьких там и так далее. Которые многополые. И которые имеют в себе самом свое удовлетворение и не нуждаются в потребности другой личности. Бог сотворил человека таким образом. Мужчину и женщину. И назвал их семьей. И назвал их одним человеком. Вы слышите? Мы сегодня слишком гордо заявляем, что я человек. Но без жены вы не человек. Вы половинка. А когда вы вместе, вот тогда вы человек. Так Бог назвал. И еще одна маленькая деталь. Друзья мои, Бог создал мужчину, что ему нужна жена. Бог создал женщину, такой, что ей нужен муж. Ангелов он создал такими, что никому не нужен ни муж, ни жена. И поэтому ни один ангел не приходил заниматься сексом на землю. Теперь, кто же эти сыны Божьи? Простая математика. Когда люди стали размножаться, Каин убил своего брата Авеля. Вы помните, что он сделал? Он взял свою жену и ушел в другую землю. И произошло разделение. То есть, Каин, этот безбожник, он стал вести совершенно безбожную жизнь. Он уже больше с Богом не работал и не сотрудничал. Он жил в своем удовольствии, и там началось блудодеяние буквально в ближайшее время. Люди стали поступать его потомки совершенно безбожно. И вот это была одна линия человечества. Но они ушли в другую землю и жили себе отдельно. Адам стал рождать дальше детей, дочерей и сыновей. И первый сын, после того, как убил Каин Авеля, у него был Сиф. И вот Сифиты и Адам, его дети, они представляли собой другой народ. Народ Божий. Это были Божьи сыновья и дочери. И они просто жили там, где они жили. Но прошло время. Люди стали размножаться. И тогда сыны человеческие, поколение Каина, и сыны Божьи, поколение Адама и Сифа, они потихоньку соединились. И когда они стали сближаться друг с другом, то стали Божьи сыны, эти верующие люди Бога, жениться на неверующих Каинитах. И когда они стали жениться на неверующих Каинитах, что произошло? Вы знаете, что произошло? Я вам прочитаю. Это в 6 главе написано в книге Бытия. Посмотрите, что произошло. Я сегодня хочу отметить одну важную истину. Я читаю третий текст. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Что произошло, когда Адамиты, Сифиты, вот эти Божьи сыны и дочери, стали жениться и выходить замуж за Каинитов? Что произошло? Или за сынов человеческих? Что произошло? Велико зло стало людей. И все помышления их стали зло во всякое время. Я вам хочу одну сказать деталь. Сколько людей спаслось и находилось в Ковчеге, когда был потоп? Восемь человек. И вы знаете, что произошло? Сыны человеческие, духовно, то есть, духовное мировоззрение, культурное мировоззрение, поработили духовное мировоззрение сынов Божьих, и сыны Божьи стали такими же самыми безбожниками, как сыны человеческие. Они все стали Каинитами. И только восемь душ на земле оказалось сынами Божьими и дочерьми Божьими, которых Бог спас. А все остальные превратились в Каинитов. Понимаете, что произошло? Сегодня некоторые женятся. Вот он верующий в Бога человек. Он читает Библию и хочет поступать поистине. И влюбился в девушку, которая абсолютно не верит в Бога. И он говорит, ну ничего, я ее люблю, у нас все будет хорошо. Ты станешь как она. 99% и 9 десятых. Но она, 99% и 9 десятых не станет такой, как ты. Потому что на этой земле злой свирепый сатана правит свой бал. И он, христианина, превращает безбожника быстрее, чем христианин безбожника сделает христианином. И поэтому, когда Божьи сыны стали соединяться с человеческими, то есть Адамит и Сефиты стали соединяться с Каинитами, сынами человеческими, зло увеличилось намного. И поэтому, посмотрите, за 120 лет, за 120 лет от этого момента все сыны Божьи превратились в Каинитов, сынов человеческих, и стали безбожниками. И Бог сказал, конец пришел всякой плоти, живущей на земле. Смотрите, что сегодня происходит в нашем мире. Слишком ли много истинно верующих людей, которые верят Богу по Библии? Что сегодня происходит в мире? В Библии предсказано, слова Иисуса Христа говорят, так было в одни ноя, так будет перед пришествием Сцена Человеческого. Ну и Федор Иванович Ленкевич написал такие слова. Творец премудрый и всесильный, держащий цепь существ живых, Вселенная есть храм твой дивный, светило зримым в небесах. Он здесь, он там, он всюду сущий, незрим, но все и всюду зрит, незрим, но каждое мгновение, и небеса, и все творение, и сердце нам о нем гласит. Он есть, он творец всего, он любит нас. И тут написано, важные три знака восклицательных. Какое место занимают ваши проповеди в христианстве? То есть, какую миссию, задачу вы выполняете? Я думаю, что это не писал человек, который переживает за масонство и пишет записки. Это совершенно другой почерк. И хочу сказать вам, что в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, есть слова Христа, которые Он сказал своим последователям. Он сказал, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Христос сказал, «Проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Христос сказал, чтобы Его ученики проповедовали весь Вечного Евангелия. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Христос говорит, это Его посредническая молитва, это молитва отчет Иисуса. И в этой молитве Господь Иисус, Он произносит следующую фразу, «Освети их истину» в 17 тексте, «Слово Твое есть истина». А далее Господь говорит, «Не о них же только молю, но и о всех, уверовавших по слову их». Вы понимаете смысл? Ученики будут проповедовать, и истина будет передаваться из уст в уста, и будет передаваться новым поколениям. И Христос говорит, «И Я о всех этих новых поколениях молюсь, чтобы Ты осветил их истинною». И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я поэтому здесь стою. Только одна цель. Если Бог поможет, что мои лекции помогут вам серьезно задуматься о смысле жизни, серьезно подумать о Господе Боге, Творце неба и земли, в вашем Творце, если мои лекции помогут вам сосредоточиться и увидеть, что Спаситель – это Иисус Христос, я считаю, что это великое достижение моей программы. Потому что это очень важно. Весь мир, Библия говорит, он должен знать об этом всем. Тут дальше написал этот человек, ведь вы не просто рассказываете об этих фактах. Поверю в вашу искренность, легче поверить во все, что вы рассказываете. Я вам искренне сказал, что я делаю и почему. И еще два вопроса. Сегодня церковь установила тексты молитв на все случаи жизни. Можно ли обращаться к Богу со своими собственными словами, со своей молитвой? Вы слышите, как я молюсь? Это не списанная молитва. Это не с какого-либо молитвенника. Это мой личный разговор с Богом. Что такое молитва? Я сейчас в двух словах отвечу. Молитва – это крик души. Молитва – это то, что вы говорите Богу. Молитва – это то, что вы хотите Ему сказать. Молитва – это ваши переживания. Бог к нам тоже говорит. Это наш способ общения с Богом. Молитва. И я хочу сказать вам, молитвенники, которые написала одна, другая, третья церковь. Знаете, это, возможно, молитва того человека, который ее написал. И, может быть, она ему помогла. Но если вы хотите, чтобы вам молитва помогла, молитесь своими словами. Говорите Богу то, что у вас на сердце. Посмотрите, если бы я сегодня, вот у меня, например, если бы у меня болеет дочь, а я буду молиться. Господи, яко живущий на небесах, пожалуйста, ты творец неба и земли, и ты спаситель всех людей. Я ничего не буду говорить о дочке, я буду просто читать молитву за молитвой. Поможет это моей дочке? Никогда. Говорите по сути, Боже, мое дитя, вот оно болеет, вот у него проблема, пожалуйста, приди на помощь моей доченьке, или сыну моему, и так далее. Вот это молитва. Ваше переживание, ваше чистосердечное обращение к Господу. Вот это есть молитва. И поэтому правильно молиться, это то, что вы говорите Богу. Пусть оно не складно, пусть оно не имеет четкой формулировки, не переживайте. Бог хорошо читает то, что написано в вашем разуме, в вашем сердце. Он знает, что вы хотите сказать, он вас поймет. Не переживайте. И еще один вопрос. Церковь прославляет множество святых, их образов, икон. Им поклоняются, молятся, их целуют, и так далее. Соответствует ли это назначению храма, где я хочу общаться только с Богом? Очень хороший вопрос. Как вам кажется, думающий человек пишет или нет? Думающий. Он не хочет вслепую просто так приходить в храм. Он хочет знать, что он там должен делать, что он может делать, что правильно делать, когда ты идешь перед лицом Господа. И я думаю, друзья мои, я отвечу на этот вопрос, потому что, ну как бы, я уже многое говорил, и поэтому я еще раз сейчас хочу сказать, сказать об этом. Послушайте. что бы вы подумали обо мне, вот, если бы я сделал то, что сейчас скажу, только сейчас, прошу прощения, я хочу вспомнить этого, Ленкевича слова, которые я говорил. Он здесь, он там, он всюду сущий. Скажите, Бог сегодня присутствует здесь? Да, он здесь. И теперь, если он здесь, вот в Библии написано, и когда молишься, зайди в твою тайную комнату, и скажи Господу от сердца все, что ты хочешь, и Бог, слышащий тайное, воздаст тебе явно. Вы читали когда-нибудь такое действие? Евангелие от Матфея 6 глава. И вот теперь посмотрите. И представьте себе такую ситуацию. Что значит стоять и молиться перед иконой? Я не хочу обидеть никого, но иконы, я вам рассказывал, откуда они взяли начало. Шестое по девятое столетия война внутри церкви была, то ли быть иконам, то ли нет. И в конечном итоге иконоборческое движение победило. Здравий смысл, Библию. И люди стали делать иконы и молиться на них. И вот посмотрите. Молиться на икону, это даже если на иконе нарисован Господь Бог, Спаситель Иисус Христос. На это знаете, на что похоже? Если бы я пришел вот сегодня, скажем, или там, скажем, закончится программа, я вернусь домой, поеду к себе, поеду к своей дочери и приду домой к дочери, смотрю, она в комнате у себя рассматривает фотографию мою. И я бы пришел и сказал, доча, привет. Она себе смотрит на фотографию и говорит, папа, вот я мечтаю, что ты придешь, а я уже пришел. А она, папа, ты знаешь, я вот думаю об этом, все фотографии, я говорю, доча, трогай ее, я пришел, не мешай мне. Папа, я вот хочу с тобой вот это решить, вот это решить. Как бы это выглядело? Я бы подумал, что у моей дочки проблема с мозгами. Так или нет? Если я живой, рядом с ней, зачем ей общаться с моей фотографией? Зачем? Бог живой, Он везде. Где бы вы ни стояли, где бы ваша нога ни стояла, Библия говорит, куда пойду от Духа твоего, куда я убегу, пойду ли на край севера, и там ты, везде, где бы вы ни были, там присутствует Бог. И вы можете чистосердечно открывать все, что у вас на сердце Господу. Бог ваш друг, если он друг, вы с ним беседуете. Молитва это беседа, разговор с Богом. И вы тогда общаетесь с Ним, вы разговариваете с Ним, вы говорите Ему и о своих проблемах, о сложностях, и параллельно вы говорите о радостях своих. Вы говорите, Боже, у меня сегодня вот это получилось. Это настоящие дружеские отношения, которые позволяют вам иметь лучшего друга. А для большинства людей на планете Земля Бог это что-то такое, знаете, непонятное где-то, и они вот там молятся где-то и думают, что кто его знает, где он и что. Мой Бог, мой друг. Он друг мне. Я с Ним разговариваю. Постоянно. Я все Ему рассказываю. У меня ни одной тайны нет, чтобы я не поделился с Ним. И если у меня боль, беда, я всегда Ему вовремя говорю. Я всегда говорю, как только какой-то случай, я все Ему рассказываю. Я делюсь с Ним всем, что у меня есть. Он мой лучший друг. Пусть Бог поможет вам понимать Бога таким, как Его открывает Библия. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, первый вопрос. Нет, я это позже прочитаю. Я сначала прочитаю вот это. Хорошее пожелание. Молю Бога за вас, дорогой труженик, но одного не могу понять. Того, что в Библии нет, того, что у Адама была мать, Он создал человека из земли. И поэтому, как вы, не могу понять, сказали праздник матери Адама. Давайте я поясню, чтобы вопрос этот снять. Матушка Земля. Библия не учит, что у Адама была мама. И я не говорил, что Библия учит. Я говорил, что мы будем праздновать праздник матери Адама. А праздник матери Адама когда празднуется? Ну хорошо, кто такая мама Адама? Я объяснял же. Земля. Правильно или нет? Вчера мы говорили с вами, из праха взят и куда возвращается? Прах. Поэтому мама земля, и она принимает любезно всех. Правда или нет? Всех принимает. Вот она мама. И вот поэтому она мама Адама. То есть я такое определение делаю, но я не сказал, что это есть написано в Библии. Теперь следующее. Однако эту маму Бог творил сколько времени? Шесть дней. Бог творил шесть дней. И по завершении этой мамы Бог что сказал человеку? Что он сделал? Почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Правда? И затем он сообщил людям, чтобы люди помнили этот день, который является Божьим памятником творения. Вот это вот все, что я хотел сказать о матери Адама. Друзья мои, реальной мамы нет, но наша земля, наш мир, который Бог создал, я говорил о нем, и Бог создал в течение шести дней, а в седьмой день почил. Поэтому верующие люди в Бога, которые верят, что Бог их сотворил и создал по образу и подобию своему, они должны праздновать этот день. Следующий вопрос. Как вы думаете о компьютерном, о компьютерных чипах, о том, что они будут введены под кожу людям, что уже практикуется? Но я так понимаю, это о начертании зверя. Так или нет? Да, это о начертании зверя. Я в это не верю. То, что чипы сегодня можно уводить, я это знаю. Я это знаю. Но то, что это будет работать как начертание зверя, как знак зверя, это обман. Абсолютный обман. И самое главное, я вам пытался красиво объяснить. У Бога есть Его знак. И что является Божьим знаком? Седьмой день недели суббота. А знаком зверя что является? Я вам читал исторические документы. Воскресенье. Поэтому это не чипы никакие. Это просто, посмотрите, обработка ума происходит сегодня, до того, как будет принят такой закон, чтобы люди даже не думали, что это может быть время. А это время. А чтобы люди думали, что это вот тебе под кожу чип сунут, и затем ты проходишь. И сегодня вы знаете, что проходите даже в магазины большие, и там, если вы что-то выносите, оно это работает. Точно так же там будет прочитываться информация, и таким образом решаться будет вопрос, то ли вы можете покупать, то ли вы не можете покупать, и так далее. Но это обман. Это попытка подготовить людей к этому, чтобы они не думали о самом важном, что это время. Бог дал время, а дьявол, он все время пытается все подделать. Мы должны это помнить. Бог чипы же никому не ставит. Поэтому дьявол пытается все подделать. И для того, чтобы люди не думали, что это время воскресного дня, поэтому пусть они думают о чипах. И люди думают о чипах, и таким образом они теряют из вида то, что они автоматически становятся под начертанием зверя. Следующий вопрос. Александр. Дуже, наукраинский, велика разница трактовки Библии вами и іншими проповедниками, навіть США. Вы ставите с них на голову письмо. Мой друг, кто это мне написал? Наоборот. Я ставлю с головы на ноги. Я не с ног на голову ставлю, а с головы на ноги. На голову поставили в темное средневековье, а я сегодня помогаю назад вернуть в ту позицию, какая была от начала. Поэтому никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Я вам постоянно показываю, как говорит Библия. Я постоянно вам показываю, что говорит Библия. И только это. Следующий вопрос. Этот вопрос, тут даже две записки. Две записки, три записки. Это та, которую первую я не хотел прочитать. Бог сказал, шесть дней працюй, а сьомый день, субботу, відпочивай. А чому вы не робите выходного? Вам нужно отвечать? Хорошо. Чтобы можно было ответить, мы в комплексе будем это делать. Еще вопрос. Как быть человеку, если он работает в субботу? Пожалуйста, прокомментируйте главу 12, стихи с 10 по 12 Евангелие от Матфея. И еще вопрос. Что можно, чего нельзя делать в субботу? Почему иудеи обвиняли Иисуса в нарушении субботы? Давайте я открою, чтобы мы не пустую говорили, чтобы не сложилось впечатление, что я просто что-то комментирую. Я буду читать эти тексты, которые попросили Евангелие от Матфея. 12 глава, читая с 10 по 12 текст. И вот там был человек, то есть, давайте чуть раньше, оттуда Иисус пошел в синагогу. Это было в субботу. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу? Он же сказал им, кто из вас имеет одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботу делать добро. Позвольте задать вам вопрос. Сколько раз я сказал за эту программу, что нельзя в субботу делать добро? ни разу не говорил. Можно меня обвинить. Нельзя. Но вопрос теперь очень большой. Давайте посмотрим проблему. Этим текстом некоторые люди пытаются определить для себя, что в субботу можно что-то конкретное делать. Правильно? То есть они находят, нашли себе лазейку в священном писании, которая позволяет конкретно что-то делать. Но давайте будем откровенными и посмотрим в чем же существовала проблема. Проблема в дни Иисуса Христа существовала четырех комментариев. Помните я рассказывал вам о четырех комментариях? Мишна, Талмуд, Медраж и Гемара. Людей в дни Иисуса Христа учили четырем комментариям и людей говорили мы оградили Тору этим четырехрядным запором так что теперь никогда никогда Иудей не нарушить Тору потому что Торе никто не учил а учили только четырем комментариям и поэтому нет проблемы они не могут нарушить Тору потому что они не знают что нужно делать что не нужно из Торы помните слова Иисуса Христа когда его обвиняли что у нас был Моисей а он сказал если бы вы слушали Моисея то поверили бы кому мне Моисей и Иисус на одну дудку играют если бы вы слушали Моисея то поверили бы мне Иисус говорит поэтому Моисея с Иисусом нету никакого разделения разница вы знаете когда я прошлую среду говорил вам закон и суббота помните об этом что люди смешали два закона откровения Божьи смешали с законом Моисеевым закон Моисеев был ограничен и имел определение до пришествия Иисуса Христа до пришествия семени все это было время но когда пришел Иисус и стал истинным агнцем уже та система которую Моисей предложил и он не от себя же ее предложил Бог ему сказал для решения проблем потому что в народе умножились грехи и для того чтобы люди могли иметь свободу от грехов очищение от грехов нужна была эта система максимум жертвоприношений но когда Христос пришел он стал истинным агнцем Божьим на этом закончилась эта система евреи дни Иисуса Христа не изучали Тору они изучали четыре комментария а что такое четыре комментария я чуть-чуть вам только нарисую картину ну например у евреев в этих комментариях написано как нужно светить субботу например написано пророк Исаия пророк Иеремия пишет не носите ношу в день субботний не носите ношу что такое ноша почему Бог сказал не носить это люди съезжались по субботам в храм это в дни пророка Иеремии одни приезжали сюда в храм и когда они приезжали они навьючивали с разных сел с других городов и они навьючивали своих ослов верблюдов и привозили сюда в Иерусалим и ждали как только солнце в субботу зайдет чтобы торговать и зарабатывать деньги и когда Бог смотрел на такое отношение что у них не главная цель поклониться Богу а главная цель они молились чтобы чем побыстрее зашло солнце в субботу для того чтобы торговать и тогда Господь сказал не носите ношу в день субботний и вы знаете что на основании этого они разработали целую систему что можно нести а что нельзя нести в субботу и вот например ключ закрыл двери на ключ это ноша невозможно нести ключ как же где его оставить вы сегодня из дому шли вы сделали наверное в карман ключ с собой а вот иудей не имел права и тогда они разработали систему выхода с этой ситуации то есть нельзя не шти сначала ключ а потом как выйти с этой ситуации вот так ты должен когда идешь в синагогу или идешь в храм ты закрыл двери на ключ не можешь нести его в кармане а ты просто бросаешь ключ впереди себя подходишь бросил дальше подходишь и так аж до храма до синагоги и когда он пришел туда там уже можно стоять и в кармане может быть ключ а нести нельзя или например еще они могли развить целую демагогию целую философию на такую тему можно ли есть яйцо если курица снесла его в субботу и тогда они делились на группы и до посинения спорили и доказывали можно ли есть яйцо которое курица снесла в субботу одни говорили никогда курица трудилась в субботу и если ты будешь есть ее яйцо которое снесло в субботу ты разделяешь ее труд другие говорили нет курица не имеет ума она несознательно это делает поэтому она снесла яйцо и ты можешь его есть друзья мои иисус боролся против этого иудеи ненавидели иисуса из-за этого что он не чтил их традиции что он не поддерживал вот эти вот комментарии он хотел все это устранить он хотел показать им истинность соблюдения божьей заповеди он хотел показать чистоту соблюдения заповеди и в этой чистоте соблюдения божьей заповеди добро можно делать в субботу скажите пожалуйста если на самом деле овца упадет в яму и это ваша овца и будет суббота и вы читаете заповедь не дело никакого дела вы будете спасать эту овцу или оставить ее чтобы она там погибала я тоже буду вы слышите я который вам говорил что говорит заповедь я тоже буду спасать в эту овцу господь говорит тем более человек и представьте себе за что они судили господа иисуса иисус пришел в храм человека сухая рука иисус посмотрел уже многие годы он не может пошевелить этой рукой иисус посмотрел и сжалился над ним и сказал ему протяни руку твою человек протянул руку и она стала здоровой вы хотите это назвать грехом нарушением четвертой заповеди грех вы сделаете если назовете это что это нарушение никогда это не нарушение делайте вы тоже это пожалуйста это делать иисус оставил нам пример что делать и для того чтобы было более популярно понятно чтобы я не объяснял ключ нести или кружку можно нести чтобы я вам это не объяснял я вам сейчас попытаюсь нарисовать две истории городе нижнем новгороде провел я программу собиралась там 800 850 людей и после того как я провел программу не было кем меня подменить и я энное время вместе с этими людьми каждую субботу утром и вечером мы договорились люди хотели чтобы проходили встречи так утром и вечером проводили встречи затем еще по средам мы встречались воскресенье мы встречались и вы знаете так продолжалось энное время крестилась вот это это крестилось сколько людей знаете после то есть в одну из суббот я прихожу утром подходит ко мне одна молодая женщина оля и звали и говорит а сегодня олег не при не придет он же на вечер придет а сейчас не придет он пошел делать доброе дело я говорю хорошо а разве я могу посмотреть 800 людей есть олег тут или нет но вот она такая искренняя подошла ко мне и это сказала до до начала нашей встречи и говорю хорошо затем вечером 6 часов у нас была встреча в субботу приходит олег и подходит говорит александр иванович я делал сегодня доброе дело я говорю я рад за тебя но он говорит я могу рассказать и говорю расскажи и он мне рассказывает давайте вы послушайте две истории и скажите что можно субботу делать а что нет и я хочу экзамен вам сделать и я думаю что вы сдадите его на 5 посмотрите олег не рассказывает ехали мы на встречу на 10 часов утра и когда мы ехали случилось такое что бабушка там внизу мы в этом трамвае ехали а он боксер кандидат или мастер спорта по боксу и бабушка там такой тяжелый мешок не может поднять он быстро спрыгнул поднял этот мешок помог бабушке завести его трамвай и такой счастливый разговаривать бабушка бабушка ой как мне тяжело как мне тяжело никто мне не помогает у меня трое детей каждый по себе живет только приходят и забирают продукты а вот посадить копать никто не хочет помочь а я еду вот скопать сейчас мне нужно огород там вот дача у меня есть я еду туда и никто из моих детей мне не хочет помочь олег жалился над этой бабушкой и пошел копать огород и он поте лица покопал огород и скопал там пять соток и сколько или 4 скопала этот огород не на 6 часов успел на навстречу и пришел и рассказывают вот так я сделал доброе дело я говорю от тебя плохо пахнет потому что ты весь спотел затем я вам рассказываю все я не говорю правильно или нет а теперь я вам рассказываю еще одну историю я еду на машине это было там же близ нижнего новгорода я еду на встречу на 10 часов в субботу гололед сплошной стекло на дороге и вдруг я еду очень медленно у меня колеса шипованный на машине так что в общем то неплохо держится машина все четыре колеса но однако стекло это проблема водители это знают и тут меня на такой хорошей скорости обгоняет на пятерке бмв обличал и погнал через пять минут я доехал до места автокатастрофы пять машин слепились кучу пять машин и этот человек в этом бмв умирает и пищит и кричит его зажало так что ничего не может сделать когда я доехал у меня в машине была монтировка такая большая я быстро снял себе верхнюю одежду взял эту монтировку и в поте лица отгибал двери для того чтобы вытащить его и его и затем в свою машину помогли другие водители посадить и я отвез его больницу вместо десяти часов которые я должен приехать был я приехал на 11 часов люди не знали что происходит люди ждали меня 800 с лишним людей в зале ждали меня хорошо что там был один человек который пел хорошо он пел песни пригласил их участвовать пени и они ждали целый час меня ждали а я поте лица спасал этого человека два примера я в поте лица работал в субботу и олег поте лица работал в субботу скажите оба дела правильны пятерка я говорил что вы на 5 ответить скажите огород скопать бабушки можно было сказать бабуля давай мне адрес завтра утром я у тебя и копаю твой огород можно это было отложить или нет а я мог отложить эту ситуацию и так в субботу можно делать доброе дело но бог дал нам мозги для того чтобы мы могли избирать что мне позволительно какое доброе дело сделать субботу а которые я могу сделать любой другой день так или нет друзья мои мне не надо больше объяснять ничего вы понимаете доброе дело можно сделать но какое спасти жизнь или погубить вопрос касающийся жизни всегда можно делать добро всегда христос именно это сказал он же не пославить их пахать в субботу он сказал сказать человеку чтобы он поднял руку свою и стелился можно делать а копать огород можно в другой день поэтому заповедь христос не нарушил и от того что некоторые люди думают что бог дал лазейку это неверно я еще отвечу на один вопрос хотя время поджимать но я думаю что я по-быстрому значит уважаемый александр иванович пожалуйста укажите протестантам дату рождества христова и почему это перенесено на 25 декабря ну что указать протестантам когда нужно праздновать дату рождества христова по помощи этой женщине надо не надо помогать нет но ответить меня я думаю что будет правильно я не то что женщине хочу помочь я я ей хочу помочь я вам сейчас расскажу то что на самом деле есть история свидетельствует о том что празднование 25 декабря имеет отношение не имеет отношения никакого к рождеству иисуса христа 25 декабря имеет отношение к богу зевсу греческое божество главное божество 17 по 24 декабря 17 по 24 декабря спецслужбы проводились торжественные службы это была подготовка к моменту рождества бога зевса и поэтому это время 17 по 24 весь языческий мир он отмечал те которые признавались этого бога должен сказать вам что параллельно с этим например в римском в риме люди вместо бога зевса то есть но они точно исповедовали эту же дату это бог юпитер или бог иов и это все соответствовало той же самой дате и теперь язычники всегда праздновали вот это время 17 по 24 число это специальные такие службы были а 25 числа они отмечали день рождения бога зевса или упитера и вы знаете почему 22 декабря 23 самый маленький день правда или нет а дальше день начинает увеличиваться и поэтому бог солнца начинает побеждать тьму и поэтому начало дня рождения 25 декабря за все это бог солнца что произошло почему христиане сегодня празднует 25 декабря день рождения иисуса христа 329 году на никеевском соборе ввиду того что константина семья стали христианами мама крестилась стала христианкой константин был близок к этому потому что ему понравилось что послушались его епископы церкви и они уже переменили праздничный день субботы на воскресенье 500 325 году и он с ними близко сотрудничал он чтил бога солнца 321 году он издал указ чтобы в день солнца все мастерские были закрыты чтобы все праздновали этот день и и конечно же он очень чтил бога юпитера и теперь он вместе с епископами порешали вопрос как же теперь это этого бога юпитера сделать христианским решили нашли ответ и на никеевском соборе церковь приняла решение христос родился 25 декабря и с тех пор с 329 года христиане празднуют 25 декабря день рождения господа иисуса христа но это бог солнца зерс юпитер иов это они в этот день родились ну это по языческим всем стандартам почему другая часть христиан отмечает 7 января день рождения иисус все вы же прекрасно знаете что иисус не мог родиться и 25 и 7 января 7 января бог янус который тоже считался родился 7 января и для того чтобы восточная церковь позже после всякого разделения 1054 года произошло чтобы им хоть чем-то отличаться от западной церкви они внесли некоторые коррекции не 25 а вот наш народ сюда люди которые приняли христианство на которых мы имеем влияние они празднуют богу янусу 7 января и они сместили рождество иисуса христа на это время но послушайте одну важную деталь христос не родился не 25 декабря не 7 января это даже странно помыслить любой человек может это определить вы знаете когда христос родился первая причина почему библии нету даты рождения иисуса христа и это книга пророка михея книга пророка михея книга пророка михея читаю 5 главу второй текст михея 5 глава и я читать буду 2 текста секундочку 5 глава читаю 2 текст и ты бифлеем мало ли ты между тысячами иудинами из тебя произойдет мне тот которого который должен быть владыку и у израиля и которого происхождение из начала одней вечных как какое происхождение иисуса он хотел чтобы его не слишком очеловечили и поэтому дата его рождения земного бог скрыл чтобы помнили что он вечный бог чтобы не потеряли его бога и не сделали его просто человеком и поэтому бог скрыл однако вы помните когда родился иисус во время переписи в риме римской империи вы помните об этом а вы знаете когда перед перепис проходила в сентябре месяце вы помните как ангелы явился пастухам которые содержали овец где ночью на поле в декабре месяце и в январе ни один пастух не содержит овец на поле это время ранних дождей и каждый пастух свое стадо загоняет в стойло скота но никогда не оставляет на улице христос родился в сентябре месяце но я не знаю дату потому что перепись длилась некоторое время несколько времени и поэтому даты никто не знает какой день переписи христос родился поэтому вы посмотрите на обман который происходит а люди думают что они празднуют день рождения иисуса и думают что они божьи красивые дети мы любим иисуса и отмечаем у день рождения пусть бог сегодня поможет вам серьезно задуматься о ваших отношениях с иисусом который другой который не такой как это представляют представляют сегодня люди первый вопрос это записано в книге евангелие от луки значит здесь два вопроса первый вопрос связан с 23 главой евангелия от луки 23 глава евангелия от луки я сразу буду читать написано следующее значит если это очень важно если значит человек не идет сразу в рай то вопрос как понимать вот этот текст я читаю его евангелие от луки 23 глава текст 43 это разбойник два разбойника были распяты с иисусом христом и один из них попросил его давайте я буду читать 42 текста и сказал иисусу помяни меня господи когда придешь царствие твое 43 и сказал ему иисус я читаю точно как написано истинно говорю тебе запятая ныне же будешь со мною в раю . как понимать этот текст если иисус разбойнику сказал ныне же будешь со мною в раю как его понимать так и понимать правильно или нет а как тогда то что антонюк говорил воскресенье как это тогда можно применить оно сочетается или библия говорит обманывает один раз говорит одно а другой раз говорит совершенно другое давайте посмотрим правде в глаза первое на что я хочу обратить ваше внимание ныне это какой день был какой день распяли иисуса пятницу разбойники когда умерли тоже пятницу им пришли поперебивали голени и они в пятницу умерли так или нет а теперь мой вопрос скажите пожалуйста иисус христос в этот день пятницу он попал к отцу своему а как он мог обещать разбойнику ныне же будешь со в раю то есть я буду и ты как же он тогда пообещал это как вам это давайте я вам помогу послушайте мы должны быть очень внимательными исследователями правильно или нет если мы просто так вот как читаю так понимаю или просто будем что-то отрывать я же вас спросил что библию нельзя исследовать вот так вот оторвал кусочек вот здесь и построил базу своей веры это абсурд мы должны собрать все тексты библии которые говорят на эту тему и я воскресенье это сделал я максимум собрал текстов я не успел вспомнить за этого разбойника но я вам сейчас помогу сейчас я вам помогу давайте посмотрим когда воскресенье утром иисус христос воскрес после того как ученики тут были уже посмотрели что гроб пустой все мария тоже была мария магдалина затем она опять пришла туда и она плакала там у гроба там уже не было этих воинов которые охраняли кого не было и затем когда она плакала у друг она услышала голос сзади себя и этот голос проговорил то есть там мужчина заговорил к ней и когда она услышала это повернулась и когда она плакала было были глаза от слез она не не разобрала кто это и тогда сказала она подумала что это садовник и сказала скажи мне если ты его у него скажи куда ты положил его и я заберу его себе христос проговорил мария и что узнала мария в этот момент что это кто что это иисус и что она сделала скажите она побежала к ногам чтобы упасть и хотела прикоснуться к ней к нему так или нет что сказал ей иисус не прикасайся потому что я еще там не был как же он мог пообещать пятницу будешь сегодня со мной в раю вы понимаете что это проблема значит он не обещал разбойнику что будешь пятницу со мной значит есть какой-то какая-то ошибка здесь и нам нужно искать ошибку а нет на ошибке строить свою веру а это на ошибке вы построили веру свою когда вы написали мне этот вопрос вы решили что значит как умирает человек хороший бог его прощает он попадает рай на основании этого текста но это ошибка которую у 1865 по 75 год когда вторично переводили библию на русский язык контролировала перевод церкви вернее не контролировала организовала православная церковь я чуть расскажу вам об этом 1815 году по 1825 год впервые в истории русская православная церковь приняла решение перевести библию на русский язык и тогда была собрана большая коллегия специалистов профессионалов греческих греческого еврейского языка и они стали переводить библию в 25 1825 году они еще не закончили перевод но сменилось руководство православной церкви и ввиду того что сменилось руководство православной церкви когда они стали читать как это красиво звучит на русском языке святое божье писание они решили что эта трагедия когда люди будут читать писание божье это будет проблема и тогда они отняли эти руки эти переводы и запретили дальше перевод и на протяжении 40 лет библия не переводилась пока не сменилось 1865 году новое руководство православной церкви и когда сменилось новое руководство она приняла новое решение переводить библию но когда они прочитали библию уже то чтобы было переведено они решили внести маленькую коррекцию для того чтобы оставить некоторые слова чтобы люди не понимали для того чтобы священник мог пояснить и поэтому там остались от осталось преисподня остались такие слова как сие он сказал возглаголал хотя в 19 веке был красивый классический язык и никто не использовал уже такие слова как возглаголал а нужно было сказать проговорил голос или там место сие надо было сказать это а они использовали некоторые слова которые были старорусские некоторые некоторые слова были старо славянские а некоторые слова были просто не переведены правильно для того чтобы я сказал это преисподний ад для того чтобы держать людей в незнании чтобы священник мог объяснять